Сделал уже видео вам сегодня, ну вот, а теперь давайте следующее проанализируем. Состоялось, то есть идет как бы такой ключевой элемент процесса. Это Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, как главная такая арена, аресталище там собрались, мировые гладиаторы, и лупят друг друга, ну так, словами, слава Богу, не какими-то другими инструментами. Хотя другими инструментами, на Ближнем Востоке идет такая рубка, что в принципе может в ближайшее время начаться очень серьезная такая массированная тотальная война. Но, но вряд ли, Иран не полезет, Израиль отлично подготовился, я вам это объяснял в сценарии, что так и будет, что он при, это самое, скажем так, аннигилировал он, по сути, Хамас. Вот там где-то лежит на дне Сенвар этот последний, где-то там в туннелях этого сектора ГАЗа, и уже ничего больше от этого Хамаса не осталось, и просто эти жители сектора ГАЗа плюют уже на этот Хамас по полной программе, где, говорят, взялись вы на нашу голову братья-мусульмане перекрасившиеся. Ну и теперь, как я и прогнозировал, объяснял вам сценарий, что Израиль начнет уничтожать Насралу Хезбалу. Ну и так оно и происходит. Но мы давайте вот не про это, давайте про речь Байдена, это самое главное на этих христалищах гладиаторских в Нью-Йорке, на 79-й Генеральной Ассамблее. Итак, почему я именно про Ближний Восток и Израиль, и про Насралу Хезбалу говорил, про Ливан, потому что там очень много времени он им уделил. То есть для Байдена это один оказался из центральных таких сюжетов. Потом штучный интеллект, там еще всякая экономическая ситуация, прочее, там будущее. А Украина? А Украина там так, где-то, знаете, вот такой массенький-массенький микроскопический такой эпизодик в этой 15-минутной речи. Так одешь Зеленский? А где там Украина? А что ж такое? А одешь это все? Что было сказано? Что было сказано? Говорит, что мы типа не бросим Украину и будем ее поддерживать. Поддерживать ей будем. И что Украина свободная. И там, в общем, такая, знаете, галиматья. Такая общая, абсолютно общая галиматья. Ну, и тогда возникает вопрос. Собственно, 25 сентября, да, остался октябрь месяц. Байден, вы же видите, он еще, он когда вот перенапряжется, то потом у него начинается период такой уже, как бы, вот глубокого залегания, да. Вот сейчас он очень сильно перенапряжется. Я так понимаю, что период глубинного, глубокого залегания у него начнется где-то буквально на днях. Вот. Еще Зеленским у них должна быть встреча. Сегодня 25-е, значит, 26-го. То есть, туда это получится в Украине, там уже будет, или, ну, наверное, вечер будет, 7 часов разница. Вот. Вот. И, как бы, ничего он не сказал, там, такого особого, не выделил, там, что такой герой тут приехал, Зеленский, что тут, естественно, слуги народа, что они возглавили этот процесс. Нет, ничего такого особенного. Просто будем поддерживать. Украина, типа, свободна. Вот. Вот. И тогда возникает же, ну, как бы, естественно, украинца должна себе, главное, задавать вопрос, что означают слова Байдена. Первое, что Байдена уже через месяц, считайте, да уже раньше даже, уже практически нет. Раз. Второе. С 1 октября начинается новый финансовый год в Соединенных Штатах Америки. В бюджете на следующий год, я что-то не слышал, чтобы был принят. Скорее всего, там будет продолжение этого бюджета, старого, на октябрь месяц. Для Украины, скорее всего, там есть какой-то остаток от тех, помните, которые были выделены 60, там сколько, 7, скажется, миллиардов. Где-то там миллиардов 7, но я думаю, еще чуть-чуть где-то найдут там. В общем, я так полагаю, где-то миллиардов 7-8, ну, может, 9 они нашкрябают. Там еще есть из фонда Байдена, еще скажут переоценку, сделал Пентагон и так далее. Но проблема в том, что у Пентагона уже практически не осталось запасов оружия для Украины. Сейчас дадут пакетом 300 с чем-то миллионов. То есть Пентагон уже выгреб практически все из своих запасов, и он не успевает пополнять их, чтобы какую-то часть передавать Украине. То есть, ну, скажем так, деньги, какой-то объем есть, оставшиеся их, дадут Украине. И из выступления Байдена понятно, что вот эта сумма денег еще для Украины есть. Предположим, что это где-то 9 миллиардов долларов. Ну, называется сумма 6-7, 7,5, я думаю, 9, может, даже 10, предположим. Ну, берем максимум, 10 миллиардов, они где-то как бы наскребут. Но это все, это все. Дальше будет так, что поскольку бюджет не принят, они его принимать, видимо, и не будут, потому что власть изменится на холме капиталистском, поскольку пройдут, собственно, новая нижняя палата, переизбирается полностью, там 400 с чем-то человек. Плюс какой-то как-то там что-то, ну, одна треть, кажется, сенаториста переизбирается. То есть, новым бюджетом они займутся, американцы, ну, то есть, ноябрь, декабрь, ну, может, вот пока они все там уладят, уладят, ну, там уже декабрьские, эти рождественские праздники, может, до праздников хоть чуть-чуть, вполне возможно, вполне возможно. Но Украины там близко нет. Вот вопрос самый главный. Итак, вот это как бы ситуация. Дальше. Может, что-то Байден сказал про то, чтобы разрешить там сами бить, что мы, может, он упомянул про встречу с Зеленским, что на это будут направлены усилия. Нет, абсолютно. Он говорит, в общем, что вот Украина, мы не бросим Украину, чтобы она была свободной. Она свободна, но это же большой вопрос. Свободны ли украинцы? И свободна ли Украина? И не является ли она диктаторским государством, где захватила власть Клика Зеленского и так называемых слух, таласократии мировой? Вот, в чем главный вопрос. Ну, давайте это отдельно обсудим. Таким образом, мы можем с вами сказать, что Байден фактически, как бы так, как это, соскользил с темы Украины. Соскользил. И практически он просто обозначил эту ситуацию в общем. Сказал, а, про НАТО сказал, да, что НАТО усилилась, Швеция, Финляндия вошли, да, в самом деле. Как организация, Путин тут хорошо поработал, чтобы две нейтральных страны, причем Финляндия, с которой он имеет самую большую границу сухопутную, вошла в эту самую, в НАТО. Это, конечно, и два штаба там будут теперь натовских. Один прямо возле границы с Российской Федерацией. Да, Путин здорово поработал. То есть, практически про Украину вот столечко и, по сути, ничего конкретного. Теперь, ясно, будем смотреть, как эта встреча произойдет между Байденом и Зеленским в 26-м. Выскажу точку зрения, что не согласится Байден, чтобы дать Зеленскому право бить атамсами по глубинным целям Российской Федерации. Но, скорее всего, согласится, Штаты согласятся, что Британия может сама принимать и Франция эти решения. Франция по скальпелям, а Британия по шторм-шадоу. Это как бы аналог шадоу и скальпель. Вот, Макрон, я думаю, не даст этого согласия, потому что у него, ему тут уже на шею одели такую петлю практически в виде угрозы импичмента. И все к этому идет. Правительство, скорее всего, будет, проголосует вот он недоверие вот этому, так сказать, республиканцу. То есть, у Макрона очень тяжелая ситуация. Плюс экономика у него падает. То есть, у Макрона фактически вот как бы все, что может быть плохо, к нему приходит. Тут еще и Папа Римский отказался ехать к нему, чтобы в начале декабря служить первую мессу в этом отреставрированном, перед этим сгоревшим соборе в Париже. Поэтому, который Юго описал, да? Поэтому вопрос заключается в следующем. Как бы то, что по сути США соскальзывают с этого, с этой плиты. И Байден, как это бы сказать лучше, отмежевывается от Зеленского. Отмежевывается. Он стремится создать между Зеленским и собой расстояние определенное. Давайте посмотрим, так ли это. Или, может, я что-то гиперболизирую. Но, на мой взгляд, Зеленский, конечно, в Штатах проваливается по полной программе. Просто по полной программе проваливается. И сейчас мы с вами немножко обсудим его вот эту промолу на Совете Безопасности ООН. Там, где он призывает, что надо соблюдать устав ООН. Вот в этом все время его двурушничество, даже трех-четырех рушничества. Он как бы такой, знаете, как многослойный. У него все время, а в ряду человека, было двойное дно. Поэтому, если Зеленского рассматривать, у меня такая вот как бы ассоциация, что у него не только второе дно, и третье, и четвертое. Я такое впечатление, что у него каждая роль его, он роли играет. Он просто ролевой игрок. Поэтому у него дно все время меняется в зависимости от того, какую он роль играет. То есть найти самого Зеленского в этих ролях, да, это как вы заходите в комнату с кривыми зеркалами. Представьте. И вот Зеленский в комнате с кривыми зеркалами. И вы смотрите, да, вот, ну погоди, смотрели там, где Заяц и Волк зашли в такую комнату с кривыми зеркалами. И вот везде как бы Зеленский отражается. И какой Зеленский? Вы можете понять, где настоящий Зеленский? А где просто роль Зеленского? И вот это самое тяжелое, это то, к чему абсолютно украинский социум, к сожалению, молодежь в Украине превратилась в карнавальное какое-то сообщество, так называемое классическое общество спектакля, он оказался абсолютно непривитым, чтобы как бы вовремя разглядеть сущие, сутности, опасность, таких, как Зеленский, который прорвался на эту верхушку пирамиды правящей. Поэтому теперь тяжелая, ну, ситуация почти безнадежная в Украине. Я считаю, что уже почти никаких шансов, ну, мирным путем, я вообще не представляю, как это сделать. Если еще в эту, так называемую, революцию гидности там и помаранчо, это было понятно, то вот сейчас это уже вообще как бы как Зеленский и будущее Украины, ну, на мой взгляд, это вообще несовместимые вещи. Вот такой бы я вам высновок сделал. То есть Байден, по сути, дистанцировался от Украины, Байден, по сути, начал сползать с темы Украины, Байдена это вообще все уже не интересует генерально, и Байден постепенно хочет отстраниться от Зеленского, чтобы Зеленский его не...